Доносить важную информацию в игровой форме. Вот главный принцип работы сотрудников дошкольного отделения Лопатинской средней школы. Именно поэтому сегодня здесь воспитанников старшей группы посвящали в юные инспекторы дорожного движения, чтобы ребята умели вести себя на проезжей части и передавали свои знания сверстникам. Дети очень хорошо готовы. И самое главное, что с ранних лет они понимают, что культура поведения пешехода – это очень важно. За последние годы мы научили водителей вести себя правильно, пропускать пешеходов на пешеходном переходе и многому другому. Но от культуры поведения пешеходов тоже зависит очень много. И наша задача – снизить опасность травматизма не только среди детей, но и среди взрослых. Ведь порой именно малыши на дороге ведут себя дисциплинирование родителей. Это отмечают и сотрудники госавтоинспекции, которые посетили праздник. Воспитанников детского сада в Юидовце приняли впервые. До этого проект работал только для школьников. Это должна вестись не односторонняя работа, то есть, например, в детском саду, либо в той же самой школе. А, естественно, если идет контакт родителей образовательного учреждения, тогда, естественно, детки знают правила дорожного движения. И уже я хочу отметить, что дети, малыши уже хорошо знают правила дорожного движения и даже в каких-то случаях учат своих родителей переходить проезжую часть дороги. Прежде чем получить почетное звание юного инспектора дорожного движения, ребятам пришлось пройти немало испытаний. Основной из которых был тест на знание правил поведения на проезжей части. С задачей дети справились. Когда пузырят машины, надо стоять. А когда классная горит, не надо... Идти нельзя, да? Да. Надо приходить дорог за ручку. Со взрослыми, да, только? Да. Ну, было и то, чего ребята пока не знают. Инспекторы рассказали детям о светоотражающих элементах, которые необходимо вешать на одежду, чтобы быть хорошо заметными в темное время суток. И подарили всем новым юидовцам фликеры в виде брелоков. Юлия Богосьян, Кирилл Иванов, Гасадовская. ВиднетВ.